Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами будем готовить армянский традиционный хлеб Матнакаш в форме толстой лепешки. Для этого нам понадобится 500 грамм муки, 150 мили воды, плюс сколько возьмет тесто, пол чайной ложки сахара, 1 чайная ложка сухих дрожжей, 1 чайная ложка соли и 2-3 столовые ложки растительного масла для смазывания противника. И для мучной заварки нам понадобится 30 грамм муки плюс 100 наверное, да, 100 мили воды. Это сколько возьмет это тесто. Итак, здесь у меня уже готова опара. Я просто хочу вам показывать. Ну, здесь у меня ушло примерно 3 стакана муки. Это 150 грамм. А остальное уже уйдет на тесто. Потом 150 мили теплой воды и 1 чайной ложки дрожжей. Сначала берем теплой воды. Там мы поставляем дрожжи. Хорошо перемешиваем и оставляем, чтобы дрожжи начали работать. Примерно нам нужно 10 минут. А потом берем через сито мы все мука всплываем сюда и хорошо размешиваем. Накрываем полотенцем или пищевой пленкой. Оставляем на сторону теплое место. Примерно нам нужно 2 или если можете чуть больше 3 часа. в это время опара поднимается наверху будет пузырьки а потом когда уже будет готово он снова опускается. Это значит что опара уже готовилась. Вот смотрите у меня опара поднимался а потом уже все готово оно опустился. У меня для этого приготовления ушло примерно 2 с половиной часов. А сейчас что делаем? Сейчас берем миксер и можно это делать с рукой перемешать рукой тесто но я готовлю в миксером. Я поставила сюда чашу сюда буду добавлять пол чайной ложки сахара 1 чайной ложки соли и всю остальную муку. Ну я уже сказала нам нужна 500 грамм муки во все тесто и опару уйдет 500 грамм муки. Я все это заливаю и в конце это сейчас показываю но это нужно в конце в конце добавляем 3 столовые ложки растительной массы. все это мы закрываем крышкой чтобы ничего не взлетело включаем медленность на минимум скорости пускай он так движется примерно 5 минут и так 5 минут прошел мы тесто взбили в таком кости стильце и сейчас будем сюда добавлять наше растительное масло и будем сейчас сбыть на максимальном скорости где-то приблизительно снова 5 минут а простите мои дорогие тесто нужно вмешивать довольно долго около 15 минут а желательно и все 20 минут за это время разбухнет кленковые муки и тесто переберет нужные пластичные эластичности чтобы потом хлеб испекла такие воздушные и поднимался очень хорошо для этого нам нужно вмешивать ну если можете 20 а если не 15 минут итак мы тесто вымешали отключаем миксер и что сейчас что будем делать мы сейчас будем его накрывать пленкой и оставлять в теплое место наше тесто должен два раза уменьшиться в объеме пока тесто будет подниматься мы будем готовить мучную заварку а сейчас хочу показать какой консистенции у меня это получилось вот вот таком консистенции должен быть наше тесто чтобы не привык к рукам а сейчас будем буду это накрывать полотенцем наверху и внизу чаши я буду смазывать растительным маслом чтобы наверху корочка не было и буду оставлять примерно 25 если мы хотим хоть бы один часов чтобы тесто поднялось на два раза выше вот смотрите я внизу наверху его намазывала растительным маслом делала такой колобок колобок молобок и буду оставлять накрывать пускай он поднимается чтобы наш хлебушка был вкусненьким я сейчас буду его накрывать одеялочком все наверху буду вкладывать тарелочку буду закрывать тарелочкой и буду оставлять на теплое место чтобы наше тесто поднялось если хотите чтобы наше тесто пораньше поднялось нет итак пока наше тесто поднимается мы приготовим мучную заварку для этого размешайте муку с водой вода у нас должен быть холодной и смешивайте чтобы не было комочек нам нужно чтобы консистенция была как у тонких минов вот такая консистенция должен включаем газ на медленном скорости размешаем хорошенько хорошенько чтобы не осталось ничего мучек вот смотрите такую консистенцию должен быть наша это жидкая консистенция аккуратно мы будем прогреть до загустения в результате у нас должен получиться жидкий киселек мы будем перемешать чтобы не загорела наша основа и когда будет готова я вас буду показывать при прогревании постоянно помешайте чтобы мучная смесь заварилась без комков мучную заварку будем снимать в окна и будем дать полностью остыть должен в холодном месте это должно быть погустее как легкий негустой кисел если вдруг получился у вас густое можно разбавить это кипяченой водой и все и так мои дорогие мою этот опар вот в таком виде должен быть и у вас должен тоже такое получится такой песня мы оставлять будем на другом стороне пускай он будет отдохнет и мы в это время будем ждать пока наше тесто будет подниматься и тогда буду включиться и увидимся и будем уже в печке впечить хлеб и так наше тесто сейчас будем смотреть поднялась или не а наш тесто уже на два и наверное еще три раза поднялось смотрите такое сейчас так рукой будем из него вытаскивать вот так вот так и можно смотрите такой липкой и касается к руке вот еще так открытым оставляем наверное примерно три минуты и потом будем поставлять здесь на противень я пергаментной бумагой все это наливала на масло сейчас буду поставлять нашу смесь и таким движением ручками буду его давать формочку матна каша вот таким способом я даю форму матна каша смотрите вот такое вот 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 чтобы толстяна была ну примерно 20 сантиметра один с половиной сантиметра чтобы наше хлебушка было таким суховатым и корочка была вкусненькая так вот 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 таким образом вот все смотрим чтобы нигде не осталось неровности чтобы все было гладкое вот вот все форму давали а сейчас будем делать самое главное вот смотрите вот маленькие пальцы смотрите так его давим смотрите стоим такую овальную форму вот а потом вот таким образом делаем наши движения вот смотрите должен получаться ой должен получаться такая формочка вот это наша основная форма матна кашин сейчас нашу смесь будем давать немножко отдохнуть так примерно 15 минут и когда пройдет 15 минут я буду его намазать с этим опаром который мы приготовили еще так открыто буду оставлять примерно 5 минут и будем выпекать на примерно 15 минут на очень очень разогретом духовке да забыла сказать мы будем выпекать на градусе 230 градусов на минимальном времени 15 минут или если ваша печка не так уж хорошо печет можно и 20 вы можете увидеть на готовность если наверху корочка уже такая красненькая значит все уже наш хлебушка готов и сейчас я наш этот смесь буду закрывать полотенцем и буду еще дать ему 5 еще 15 минут вот смотрите результат у нас тесто поднялось снова два раза а сейчас мы его будем намазать наши опару таким хорошим чтобы вес наши портики сосали нашу опару вот это дает наша опара нашему хлебу дает гладкая поверхность и такой румяный цвет и очень это вкусно потом попробуйте и можете без этой опары но я всегда готовлю с опарой потому что с опарой вверх очень гладкая и очень вкусная и хлебу дает такой красивый румяную румяную цвет вот а сейчас снова мы пройдем на местах на бортиках но аккуратно чтобы наша хлебочка не падала вот вот так вот затем снова на эти бортики все в итоге у нас должен получиться вот такой вид оставим открытую еще 5 минут и будем выпекать очень очень разогретом в духовке я уже духовку разогрела и все жду чтобы прошло 5 минут и да что хотела сказать пока наше это тесто остывается я хочу вам сказать что эту опару мы можем держать на холодильнике примерно 5 дней использовать когда хотим готовить хлеб он 5 или наверное неделю ничего с ней не случается вот я сейчас буду наливать в баночку все накрою поверху целлофан закрою крышкой и буду поставлять в холодильник и буду оставлять на неделю на неделю с ней ничего не случится вы будете это почувствовать если у него уже есть какой-то запах уже все не нужно это использовать оно уже все умерло вот вот а сейчас мы перейдем самому главному концу мы будем пекать нашу вкусную хлебочку итак пошли уже духовка хорошо разогрета поставлю самую не низую а один полку наверх духовки и плотно буду закрывать не буду открывать дверь примерно 15 минут и все наше хлебушко будет готов ну вот наше хлебушко уже готово ой она горячая она испекла примерно 20 минут вот смотрите какая корочка ой и здесь тоже смотрите и все и в обреде он такой смотрите такой хрустящий о ну смотрите ой бежит все смотрите пожалуй смотрите вот везде наполнено с воздухом такая вкуснота ну все уже все увидите очень скоро до встречи буду готовить другие вкусняшки пока 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 Продолжение следует...